Что такое черные доски и голодомор? Об этом в нашем крае узнали в 1929. Сегодня исполняется 85 лет с того дня, когда большевики из Северокавказского крайкома решили жестко наказать крестьян за срыв хлебозаготовок. Пшеницу государство продавало за рубеж, чтобы на вырученные деньги покупать промышленное оборудование. Но светлое индустриальное будущее увидели не все. Заготовители с винтовками изымали из хозяйств все, подчистую, до зернышка. Те, кто пытался оставить крохи для детей или на семена, подвергался жестоким репрессиям. Тысячи людей погибли, сотни раскулаченных семей выслали в другие регионы. На благодатной Кубани в 1932-33 годах разразился массовый голод. Маргарита Витяся на страшных страницах в истории Кубани. В этих архивных папках больше полувека лежали документы с грифом «совершенно секретно». В советское время об этих событиях было не принято говорить в открытую. Документы того страшного времени историки и сегодня читают шепотом. Опухших от голода 1742 человека, заболело от голода 898 человек, умерло от голода 740 человек. Здесь в каждой папке свидетельство того, к чему привел знаменитый сталинский план по хлебозаготовкам. Чтобы его выполнить, у крестьян забирали все – зерно, фасоль, кукурузу, овощи. Власти стали высылать на север жителей станицы хуторов, которые не выполняют план. Это по фамильный список репрессированных семей станицы Шкуринской Кущевского района. «Именной список вот у нас один сохранился. Больше других фамилий нет, к сожалению». «То есть 308 семей – это значит, что у людей было гораздо больше?» «Конечно. В каждой семье было по 5, по 6, а то и по 7 человек. Поэтому семьи были большие, многодетные. Поэтому масштабы на лицо». Тем, кто остался, стало еще хуже. В плодородном крае начался страшный голод. Ели не только птиц, но и собак, и кошек. Но и этого было недостаточно. «Каннибализм был. Ели своих детей, которые уже должны умереть, и их съедали, чтобы эти выжили, которые остались». Ольга, тогда Знаковская, и Анатолий Козлов малышами были детьми врагов народа. Станицы, в которых жили их родители, попали в газетные списки саботажников. На въезде в эти территории поставили так называемые «черные доски» и окружили солдатами с винтовками. Таких чернодосочных резерваций в крае было 13. В них прекратилась вся торговля. Из станиц нельзя было выехать по любой необходимости, даже за медицинской помощью. «Черные доски сыграли на самом деле черную роль в истории наших станиц и худоров кубанских. Вымирали тысячи, вымирали станицы от голода. Был такой террор по отношению к казачьему населению, к наиболее трудолюбивому населению Кубани». Единственным способом выжить в то время была работа в колхозе. Люди падали в голодные обмороки на пашне, но продолжали трудиться. Чтобы спасти родных и близких от страшной смерти, выносили под рубашкой из полей колоски. Власти быстро раскрывали и пресекали такое воровство. В 1932 году Центральный исполком принимает новые карательные меры. В свет выходит постановление об охране имущества государственных предприятий и колхозов. В народе оно получило название «Закон о пяти колосках». За украденные с поля початок кукуруза, зерна людей расстреливали. Вот она, цена человеческой жизни в то время. О страшном голоде на Кубани не писали в газетах, не рассказывали по радио. Нет и точной цифры погибших. Историки считают, что их было 350 тысяч. Сегодня это население у Слабинского, Тимошевского и Темрюкского районов вместе взятых. После 1936 года политика по отношению к жителям региона стала мягче. Даже самого Сталина приняли в казаки. Тогда же и многие, высланные на север, начали возвращаться. Среди них были и родители Ольги и Анатолия. Кто-то кричит, что приехали, сказали, что приехали, а не приехали. Мы вернулись. Как мы приехали? Ты приехал, а я вернулся домой. Ольга Дмитриевна и Анатолий Михайлович восстановили доброе имя Козловых и Знаковских. Через суд они добились реабилитации. Но произошло это только в 2004 году. Маргарита Ведесян, Михаил Бойправ, Мария Николаева, Игорь Хашобин. 9 канал. Краснодар. Кущевский район.